Здравствуйте, Москва, отдел досудебного взыскания, старший инспектор Лидия Борисовна. Здравствуйте, меня зовут Евгений Ваиславович. Вчера мне позвонила одна из ваших сотрудниц, довольно-таки уже ползна, здесь около 10 часов, Татьяна Сергеевна Макарова. Я имел удовольствие побеседовать с ней. После нашей беседы мне пришли две смс-ки. В одной, что якобы мои действия расценятся как мошенничество по статье 159, часть 1 УК РФ. В второй смс, что имеете право настаивать на возбуждение уголовного дела по статье 177 УК РФ. И вот у меня вопрос по части этих смс. Поясните, почему так? Вы не оплачиваете свою задолженность, хватит какие-то законные основания для неоплаты. Не оплачивают, что дальше? То есть 159, ну в смысле? Дальше ответственность за ваши действия. 159 статья, это что такое? Дальше ответственность за денежных средств, да, заемщиков впредь в представлении о банке и иному кредитору, заведомо ложных, недостоверных сведений и оплаты. То есть вы хотите сказать, что я предоставил? Орантировали платежи, подписывали кредитный договор, оплаты не производите. У вас есть какие-то законные основания для ваших действий? 159-е непоименимы в этом случае, потому что были оплаты, и банк выдал кредит. То есть служба безопасности будет разбираться, а разбираться будут в суде с вами. 159-е, 165-е там тоже можно применить. 177-я статья вообще в крупном размере должна быть в должность, да. А мне озвучивают сумму 180. Евгений Владиславович, но вы хотите со мной поопреждать ваши действия? Не ваши, не мои действия, а ваши действия. Я хочу обсуждать с вами только ваши оплаты. Вы отказываетесь от оплаты на каком основании? Законном. Еще раз говорю, и говорю много раз, что не отказываюсь, у меня сейчас нет денег. А где тогда ваши оплаты? Нет денег, это не основание для оплаты. Надо было искать и платить, вы были обязаны вносить свои ежемесячные платежи. Вы этого не делали. У вас текущая просрочка на минуточку? 480 дней. Ну да. 480 дней вы уклоняетесь от погашения задуманности, не имея никаких на это законных оснований. Однако это не дает права... Вы удерживаете деньги, вы удерживаете деньги, банка, машины. У меня их нет, нет никаких машин. Более того, вы не реагируете ни на смс, вот сейчас вас наконец-таки что-то там заинтересовало, вы пытаетесь показать свою грамотность юридическую, однако же она у вас не на столь высоком уровне. Ну по крайней мере повыше, чем у вас, в вашей организации. Безусловно, ну куда уж нам, куда уж нам достарайтесь неплательщиков, Евгений Владимирович. Ну куда? Это понятное дело. Но не в нас дело. А дело в том, что вы удерживаете деньги банка 480 дней. Я их не удерживаю, их просто нет. Где квитанция в оплате ежемесячных платежей? Где? Нет, потому что вы не платите. Ну так оплату не тратили. Вы ничем не занимаетесь, вопросы не решаетесь. Сума у вас увеличивается, будет увеличиваться и дальше. Ну пусть увеличивается. И на данный момент вы звоните не в цели того, чтобы объяснить ситуацию, сказать, я подсажал деньги, готов сделать хотя бы частично платить, а так просто. От нечего делать звоните. От нечего делать, а о том, что мошеннические смс от вас приходят. Вы деньги банку верните. Так я верну, их еще раз поставлю. У нас заканчивается уже скоро срок добровольного обжискания. Вы себя проявили, как крайне злостно не платили, Евгений Владимирович, 480 дней уклонений. Как вам не позвонить, у вас все время то вам некогда, то вы не собираетесь разговаривать, то у вас денег нет, то еще что-то. Легите позвонить сами, поосуждать смс и первый раз уже. Что за информация такая? Что за информация такая? Вы как платили, платите, так и не платите. И дело не потому, что у вас денег нет. У нас люди, которые нехалатно относятся к долгу, которые хотят решать вопрос, уже давно закрыли кредиты за этот период. Ну это ваше мнение. Лично я вам как-то рекомендовать закрывать вопрос переустопки прав требований. И не тянуть до конца этого месяца, а решать до уже шеи дни. Потому что покупатели, в принципе, в Саратовской корпусе уже найдены. Они были найдены вчера. Если юрисовство... Я не понимаю, зачем платят именно те статьи, которые вам были отправлены. Не будут 177-я, не будет 177-я променена. Не будут, конечно. Конечно. Конечно, не будут, конечно. Вам банк деньги подарит, и вам ничего не будет. Причем тут подарят деньги? Причем тут подарят деньги? Вы вообще понимаете, что 177-я статья за должность крупных размеров. Вы вообще это понимаете или нет? Евгений Владиславович, вы на что надеетесь? Она уже скоро восстанет в очень крупных размерах. Скорая-то когда? 1480 дней. Вы бездействуете, еще она будет вообще неподъемная. Смотрите, за такую просрочку... Понятно, разговор бесполезный абсолютно. Направляю вот прямо сейчас запись разговора главным юристам. Да, юрист. Говорить о том, что не имеет смысла с вами более работать. Вы как не хотели платить, так и не хотели. Вот вы вообще не получали никаких уведомлений ни разу. Не получали. Печально, Евгений Владиславович. А просто Россия дает информацию о том, что они были вам отправлены. Значит, так хотите получить. Да, ну вы врете снова. Вы всегда врете. Евгений Владиславович, вы организация лжецов. Вы организация лжецов. Просто бездарей. Вот так вот. Евгений Владиславович, а вы финансово вялый? Вы финансово вялый? Заемщик, который не может оплатить за 480 дней такую смешную сумму, как 190 тысяч. Не знаю, 190 тысяч, но оплатите, оплатите, да, оплатите. До свидания. До свидания. До свидания. Машляченко, в сфере кредитования 150 лет он за сфер. Все разговоры ваши будут прикреплены к делу, где вы не хотите платить. Отлично. И обязательно прикрепите разговор идиота Михаила Сергеевича. Это чужь. Чужь. Бредит, братья, с целью невозврата. Подруга, ты бредишь. Вы на петель шли, Морозев. Вы еще не воспитаны. Нет, потому что вы исчерпали, любит моего уважения. Вы исчерпали, вы исчерпали, вы исчерпали, вы исчерпали. Мне жаль ваших родителей, что вырастили такую женщину, вырастили, которая может только врать. Даже долго, по 382 статье. Ее тоже изучите. Два ваших согласия на это не требуют. Наверное, вас нужно наказать. Вас надо отшлепать. Вас надо отшлепать. Да, надо сделать переуступку про отстребованные банки. А вот конкретно, да, вот тебя. Надо отшлепать. Да. До свидания. На ты я не разговариваю. Ну ты не разговариваешь, я разговариваю с тобой. Не с подобными мужчинами. До свидания. Пока. С вами неприятно разговаривать. Все, все, ну вешай трубку, все, тогда. Что-то неприятно, вешай трубку, все. Вы не образованы, Евгений Владимирович, не ваш титул. А вы, конечно, с той седьмую статью мне разговариваете. Маме передавайте информацию о том, что это продажа долга. Давай, 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 пока. Все, давай уже, пока, пока. До свидания. Счастливо.